Карловы вары – это бриллиант в изумрудной оправе. Так точно об известном чешском городе-курорте, который окружен зелеными холмами, высказался немецкий ученый Александр фон Гумбольд. Карловы вары знамениты своими термальными источниками. На протяжении шести веков они притягивают людей со всего мира. Здесь санаторно-курортное лечение на очень высоком уровне. Здесь замечательная атмосфера в том, что здесь это укромный уголок, очень такой красивый, тихий уголок. Кто-то приезжает навстречу, кто-то приезжает поправить здоровье, кто-то приезжает просто отдохнуть от всех своих дел. Так что Карловы вары – это идеальное для этого место. В XIV веке город основал король Карл IV. Согласно легенде, во время охоты на оленя чешский король увидел небольшой источник. Он остановился ополоснуть в воде больные ноги и почувствовал, что боль ушла. Так с лечебного ключа началась история Карловых вар. Сейчас в городе 15 источников с уникальной термоминеральной водой. Она содержит 47 элементов, жизненно необходимых для человеческого организма. Самый большой источник находится под крышей – это врджидла. Его струя поднимается на высоту до 15 метров. Источники захватываются на разной глубине. Вся вода – она бикарбонатно-сульфатно-натриевая вода. Но одни источники идут на глубине 2,5 километра, захватываются, другие на глубине 800 метров, 1300 и так далее. Источники имеют разную теплоту, источники имеют разный набор элементов в процентном соотношении, и источники имеют разную свободную углекислоту. В разное время Карловы вары были излюбленным местом для восстановления и отдыха Петра I, Баха, Паганини, Бетховена, Гоголя, Тургенева, Маркса, Фрейда и многих других. Гёте здесь лечился аж 13 раз. Историческая часть города поражает разнообразием архитектурных стилей. Каждый дом скрывает свои тайны. «Черный орел» – самое старое здание Карловых вар. Он сохранил свой первоначальный облик с 1705 года. Застройка проводилась после пожара 1604 года. И этот дом остался одним из самых старых в застройке. Все остальные дома в основном возникали с середины 19-го столетия. Карловый вар – это сегодня такая эклектика. И здесь замешаны абсолютно все архитектурные стили. А вот этот дом называется «У Золотого ключа». Примечателен он не столько внешним видом, сколько гостями, которые тут раньше жили. Здесь Карл Маркс даже написал одну из частей своего знаменитого «Капитала». А еще здесь гостил и лечился психоаналитик Зигмунд Фрейд. Визитной карточкой Карловых вар считается мельничная колоннада. Она была построена во второй половине 19-го века. В свое время колоннаду подвергали жесткой критике, называя ее грядкой спаржи. Однако она стала меккой для всех, кто стремится отведать целебной воды. Здесь находятся основные карловарские источники – скальный, мельничный, лебушин, князя Вацлава и русалкин. В городе очень много зелени. Она вырывается из балкончиков и скадок на вощеной набережной. Карловые вары окружены вечно зелеными лесами крушных гор. И хочется надышаться впрок этим чистейшим воздухом, напиться уникальной термальной воды и оставить свое сердце здесь, в Карловых варах.